Здравствуйте, дорогие друзья! Предлагаем вашему вниманию обзор книг о дружбе для малышей. Найти по-настоящему верного друга считается большой удачей. Умение дружить – это талант, который важно развивать с самого раннего детства. Как научить ребёнка такому важному умению дружить и заводить новых друзей? Чтобы в жизни, помимо семьи, его окружали близкие люди, на которых можно положиться, и чтобы он сам мог подставить плечо другу в трудную минуту. Как рассказать малышу о дружбе? Лучше всего прочитать с ним хорошую книгу на эту тему. Произведения классических и современных авторов покажут маленьким читателям настоящих, преданных друзей и научат дружить. Ханс де Берр «Вместе мы всё можем» Зайчонок Яша оказался в чужом лесу, да ещё повредил себе лапку. Как же ему теперь попасть домой, к маме? Лесные зверюшки сначала смеялись над хромым малышом и дразнили его, но потом пожалели Зайчонка и все вместе выручили его из беды. Это было непросто, но ведь известно, что вместе мы всё можем. Эту трогательную и поучительную сказку написал и проиллюстрировал известный голландский художник Ханс де Берр. Ханс де Берр «Ларси и его друзья» Большая книга про маленького медвежонка Десять знаменитых историй о полярном медвежонке Ларси Это очень любознательный малыш, и поэтому он часто оказывается далеко от дома. Ларси исследует мир, встречается с разными животными и птицами, любит приключения и всегда готов с кем-нибудь подружиться. Медвежонок никому не отказывает в помощи, возможно, поэтому все помогают ему, когда он попадает в беду. Добрый и наивный Ларси покорил сердца детей и их родителей, и прославил своего создателя на весь мир. Книги о нем читают малышам самых разных стран. В 2001 году был выпущен мультфильм «Маленький полярный медвежонок». Изображение его героя можно встретить даже на марках некоторых европейских стран. Познакомьтесь поближе с всемирно известным белым медвежонком. В книге рассказывается о трех друзьях – медведе Лапе, пингвине Доке и зайце Потеше. Однажды, вернувшись домой после работы, они обнаружили у себя маленьких лесных гномиков. Гномы стали доставлять друзьям много неприятностей. Они ели их еду, копались во всех комнатах, наводили беспорядок. Но иногда тот, кого ты считаешь своим врагом, вдруг становится другом. Вскоре гномы неожиданно стали их верными товарищами и помощниками. Ведь дружить – это так весело. Валько. Друзья навсегда. В один прекрасный день пёс Педро решил отправиться в путешествие. Уж очень ему надоело сидеть дома. А мир такой большой, такой удивительный, и можно узнать столько всего нового, интересного, чему-то научиться, и даже, если повезёт, найти настоящего друга. А ведь всем известно, что на свете нет ничего важнее дружбы. Поппи Грин. Урок дружбы. В начальной школе серебристого леса снова начинаются уроки. Мышке Софи уже не терпится вернуться к занятиям и встретиться со всеми друзьями. К тому же в классе появился новый ученик Оуэн. Мышке так хотелось бы с ним познакомиться. Вот только оказалось, что Оуэн – маленькая змейка, и никто из зверят не хочет с ним дружить и играть. Сможет ли Софи стать ему настоящим другом? Эта добрая история о дружбе поможет ребёнку справиться со своими страхами. Интересный сюжет дополняют чёрно-белые иллюстрации художницы Дженнифер Белл. История про дружбу. Хорошо, когда есть друзья. С ними всё интереснее – гулять, играть, болтать и даже просто тихо сидеть на скамейке. Очень ценная штука – дружба, только хрупкая, из-за пустяка может поломаться. Поэтому её надо беречь и заботиться о ней. Тогда дружба будет всегда большой и сильной, как у смешариков. Уж кто-кто, а смешарики дружить умеют. В книге «Истории про дружбу» есть всё, что нужно. Поучительные истории, дружеские советы, разные способы помириться и развеселить друга. А также волшебная ромашка дружбы. Фан и Цюнь. Сказка о настоящей дружбе. Тяжело зверям в лесу зимой, холодно и голодно. Решил зайчонок за припасами сходить и нашёл две редиски. Не сидели без дела и друзья зайчонка. Обезьянка обнаружила под снегом орехи, оленёнок – капусту, медвежонок – картофель. Самим всё съесть или поделиться. Не забудешь о своих друзьях, и они о тебе тоже не забудут. Ян Экхольм, Людвиг XIV и Тутта Карлсон. Сказочная повесть шведского писателя о приключениях двух друзей – лисёнка и цыплёнка. Казалось, они должны были стать врагами, но для настоящей дружбы нет преград. Вместе лисёнок и цыплёнок переживают удивительные приключения во всех ситуациях, оставаясь верными своей дружбе. Михаэль Энглер – ты мой лучший друг. Даже самая крепкая дружба порой проходит проверки на прочность. Ёжик и кролик – верные друзья, но у них разные привычки. Они во многом отличаются друг от друга. Друзьям пришлось на время расстаться, и их дружба оказалась под угрозой. Сумеют ли они преодолеть разлуку, ревности и обиды? Чуткость и доверие – вот качество, которым учат маленьких читателей весёлая и трогательная история Михаэля Энглера и нежные иллюстрации Жоэль Турлонья.